На выборах президента в Наринмаре проголосовали участники уникальной полярной экспедиции «Север без преград». Они прибыли в столицу региона за два часа до закрытия избирательных участков. На вездеходе «Шаман» участники экспедиции уже преодолели 3000 неизведанных километров. Побывали в Мизене, Несе, Шоне и поселке Индига. Любители экстрима хотят проверить, на что способна их техника. Машину, которая не боится бездорожья, создали в Тверской области. Именно оттуда начали свой путь энтузиасты. С покорителями Арктики встретился Олег Хатанзейский. В столицу Ненинского округа участники экспедиции прибыли за два часа до окончания голосования. Чуть позже пилоты, именно так себя называют водители чудо-техники, признаются – боялись опоздать. Ведь дорога от Мысаканин – это крайняя точка заполярного региона до Наринмара заняла трое суток. Есть и спать пришлось в бескрайней тундре. В любом случае, эта поездка непроста для нашей команды, для наших экипажей, потому что пришлось некоторое время ехать без отдыха, чтобы успеть. Так получилось, что отрезок пути был достаточно сжатый и необходимо было успеть к выборам и проголосовать. Успели и проголосовали. Свой гражданский долг энтузиасты исполнили на центральном избирательном участке Наринмара. Открепительные талоны получили в Твери буквально за сутки до старта экстремального путешествия. Из Твери участники экспедиции выехали 4 марта. За две недели преодолели порядка 3000 километров. Архангельск, Мизень, Каненосово – теперь столица арктического субъекта. Пилоты говорят, в первую очередь хотели проверить способности вездехода в суровых условиях Крайнего Севера. Нам интересно было технику показать Северу. Именно Север, мы это и увидели, что он нуждается в такой технике. И эта техника здесь работает, за нее нам краснеть не придется. И она нужна будет и помогать людям, и спасать людей, учитывая, что мемосовые температуры. В России вездеходы «Шаманы» упускают уже 5 лет. Техника уникальная. В автономном режиме может работать несколько суток, а салон вмещает до 12 человек. Панель приборов пилота оборудована следующими. Это режимы рулевого управления, порядка трех режимов. Потом система трансмиссии, это система межосевой блокировки, подключение передних осей и межколесных блокировок. Следующий – это подкачка колес, три режима асфальт, снег, болото. Удивительно, но машина умеет ездить боком в буквальном смысле. Это так называемая система крап. Колеса поворачиваются на 180 градусов. Такая особенность передает вездеходу необычайную маневренность. Для путешествия он практически идеален. То есть для таких вот мест. И, наверное, что особенно меня удивило, потрясло, то, что этот автомобиль из Твери своим ходом доехал до Каниного носа, потом через Зимники по бездорожью доехал до Нарьанмара. Многие говорили, о, это наша техника, да, он сломается, да, это суровые условия и так далее. Однако вот он стоит. Обратно в Тверь участники экспедиции отправятся во вторник. Путешественники говорят, эту поездку они еще долго не забудут. Ведь любители экстрима не только решили все поставленные задачи, но и впервые в жизни увидели северное сияние. Продолжение следует...